Всем привет! С вами Данты и мы продолжаем играть в Xbox One Мамени Аннон. Да, мы потеряли двух солдат, которые были, по моему мнению, самыми лучшими. Ну, не самыми лучшими, но были достаточно хороши. Да. Скорпи, тоска, печаль. Мы потеряли полковника Джана, не ошибаюсь. Каправа Лонга. Сержант... Сержанта Штангу. Ну, рядовой Ольвер Хилл... Что мне можно сказать? Ну, про трех новобранцев я молчу. Ну, да. Да, они умерли и тупо. Потому что я их отправил, наверное, в смерть. Ну, ладно. Надеюсь, что сегодня будет все нормально. Требуется... Да, папкай, мне не нужны. Твою же мать, это плохо. Высок перехватчик. Ворон 5. Ой... Самое плохое. Сейчас будет, в принципе. Ну, по крайней мере, это не гигантский. Ну, как раз... Как раз... Надо передохнуть. Так. Снова. Обнаружен объект. Ворон 4. Будем надеяться то, что... К бою готов. Ворон 4 хотя бы собьет его. Опять же, надеяться... На это... Можно. Так. Объект 6. Мексика. Крупный скаут. Высокер-рейнджер. Полковник воробей. Полковник Петросян. Оснащение. Плазмер. Хотя, легкий плазмер, он меткость еще добавляет. Так. Сейчас, легкий плазмер. Он... У него какая... У него какой дамаг? Ну, меткость повышается сразу. Плазмер, я не помню. Вроде бы, он... Окей. Скелетный скафандр. По-моему... Я как раз... Такая она... А значит, повышается средней. Таскетка в скафандр. Ну, вот. Смермали. Так. Уважаемые... Новобранцы. У вас надо... Вам бы пендель дать. Хороший. Чтоб вы не сдохли только. Сдохните, и я... Самолично ваши трупы... На крюк повешу. Да, я злой. Потому что... Провалить такое нельзя. Мексике срочно нужна наша помощь. Пришельцы пошли на посадку в безлюдном районе. Если там и есть гражданские, очень надеюсь, что они будут держаться подальше. Так. Ну что? Щит и Петросян затащат. Все и все. Так. Значит. Приличный такой корабль. Так, окей. Воробей сюда. Идет. Блин. Твою же мать, а. 62, 51. 52 тоже. Так. Отлично. Убил. Убьешь. Ну и пока не мили ранишь. Так, новобранец. Должен его убить. Хотя они, по-моему, у меня оба косы. Я не помню точно. А, ну да. Я прикалывал, слышу, и то, что надо. Каждому из них цель давать. Ну. Не, не попал. Так. Ладно, ты. Ты. Ты хотя бы можешь попасть еще. О. Объект уничтожен. Обычно самые косые бывают с снайперами. Так. Так. Где мне торопясь. Потому что. Я не хочу повторять тех же ошибок, что в прошлые разы. Так. Значит, ты у нас. Так. Ладно, в рывки сюда. Так, снайпер. Ну, конечно, никого не запалит. Пусть идет сюда. Как раз снайперская позиция. Все, двое на овервочи. Это достаточно. Так. Ну, там что-то есть. Это я знаю. Я предполагаю даже, что. Если кристаллид, то тогда... Можно прощаться с солдатами. Мягко говоря. Так, кристаллида там нету, что ли? Ну, ладно. Все равно опасно. Так, ну овервочи-то, я не мой. Так. Я боюсь этим двигаться. Вообще. Овервочи. Ты овервочи, ты тоже овервочи. Овервочи. Хотя, возможно, это не кристаллит. Если кристаллит, то тогда... У меня один ход, чтобы его убить. Так. Фу, никого не запалил. Так. Пусть я сюда. Фу. Не запалил, слава богу. Так. Что там за звук? Фу, нормально. Главное, не кристаллиды. Их убью. Такой пак. Я люблю убивать с удовольствием. Так, 82, 82, 82, 82. 82. Так. Ээээ. Смотри. да ладно но я сказал бы в киш-миш но овервотч так это нехорошо так суда встает так встаешь сюда с каждым ходом все больше больше боюсь что я где-нибудь встречу щек и стал то что его убивать хоть и легко вроде как но не дай бог хоть один патрон политик будет весело очень причем сейчас причем я сейчас в этот момент еще более-менее так спокойно спокойно все но тем более так с кома отдохнул около недели может быть я точно не помню больше не меньше может да не а34 но по крайней мере сейчас я более-менее такой сосредоточенный на овервотч так ты тоже поближе подходишь тоже на овервотч овервотч отлично так на овервотч снайпер подбирается ты не подберешься ближе так ладно рывок сюда то что тут уже некого так скажем полить так надо сесть немножко поудобней так вроде как сел поудобней так теперь надо снайпера подвинуть сюда перезарядить потому что я уже чувствую как кричат все пушки огонь окей значит справа так стоишь там но они более я буду тратить час не более одного хода с овервотчем и может быть один ход в рывок чтоб я более-менее мог так если что подготовиться так снайпер смотри смотри так все нормально скорее всего в центре ой ну я центр боюсь идти большая вероятность а то что там капец полный я забыл опять смайкеру дать пушку по моему она готова давно уже так смотрим и а там 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 кто то есть но опять же надо чтобы кто то еще был с той стороны на всякий случай открываем смотрим никого опять же проход такой овервотч так это ее подтягиваем чтоб она стояла тут так снайпер будет тут бдит это будет полезнее гораздо так фу так отлично это то каком ком я думаю так в общем у меня план такой дым сначала кидаю во первых ухудшает ему вид во вторых у меня есть время пододвинуть еще двоих чтобы они более-менее могли что скажем обороняться так ты на овервотч так тобой ну ты тоже перезарядись тоже мне надо этого схватить в любом случае не попал да пофиг в принципе сейчас подбежим его схватим надеюсь у меня есть одна попытка надеюсь она сработает шесть ну ну е е е нормально мишин комплит может сказать это все что осталось от существа которое мы ловили да и мне кажется мы поняли почему датчики так странно себя вели когда мы впервые его встретили это еще что такое пока не знаю по сути это органика но сильно намагниченная еще эти ткани резонируют только очень слабо в небольшом диапазоне частот пока я не понимаю как возможно вы не понимаете потому что это лежит за пределами вашей компетенции если верить вашему описанию это самая настоящая антенна которая принимает сигнал а этот сигнал его можно отследить нет не сейчас по крайней мере сперва мы должны узнать алгоритм шифрования мы этим займемся в таком случае я попытаюсь соединить этот объект с более традиционными средствами связи так мы сможем обнаружить источник сигнала похоже изучение этого кристалла важнейшая задача для всех нас да и у нас появляется второй снайпер и у нас появляется штурмовик хорошо ну джек воробей получил в глаз ну еще пусть учили более менее такие нормальные вещи на сером рынке мы поврежденные блоки питания бортовой компьютер опять же поврежденные нафиг продаем получаем денежки это не продаем потому что нельзя ну и в принципе мне еще раз ловить его неохота так две стороны у нас смылись потому что они трусы я так смотрим теперь мы можем производить тяжелое и позднее оружие отлично точные лазеры титановая броня так вскрытие мутона мгновенно это самое агрессивное инопланетные твари которые нам известны солдаты прозвали их мутонами можно только догадываться откуда возникло название и что по мнению наших бойцов оно означает похоже это дрон нам неплохо известно подобные устройства задача этой модели чинить поврежденное оборудование мы с доктором Шенем считаем что если захватить и перепрограммировать дрон он сможет помогать нашим войскам ну да ну по моему уже будет усилее так и как видите теперь у нас все очень быстро по какой причине хрен его знает честно говоря так давай это исследуй инженеры инженеры постройки как термогенератор да какие то я особо тут ничего не делал так модуль спутниковой связи так литейный цех строим тут литейный цех начать работу да окей смотрим дальше электростанция ну в принципе она ничего пока что нам не даст ладно ну я думаю всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайк ставьте лайк ставьте лайк в группу символу вконтакте всем пока да